Станция Ташиба входит в Сапоговский сельсовет. Его глава Екатерина Лапина на встрече с главой региона Валентином Коноваловым озвучила одну из главных проблем Ташибы. На улице Зелёной совсем нет наружного освещения. Между тем, именно там расположен детский сад, начальная школа, ФАП и ряд других социальных объектов. Без освещения в тёмное время суток создаются угрозы безопасности для граждан, особенно для ребятишек. И на следующий год мы от администрации обратили, подали заявку на субсидию по организации уличного освещения в Сапогово. Но денег мало, суммы небольшие, поэтому было принято решение обратиться к Валентину Олеговичу Коновалову. Местные жители рассказывают, еще 10 лет назад здесь были старые линии и пара лампочек. Около года назад Столбейлов заменили на новые, но освещение так и не появилось. Говорили, хотели ставить лампы, здесь не пройдет темно, здесь что-то поставили, столбы, вот эти, ну, натянули провода и все. После обращения к главе Хакасии появился свет, в конце туннеля миллион рублей из резбюджета уже перевели на счет сельсовета. Теперь, по словам Екатерины Лапиной, осталось только оформить техническую документацию, получить разрешение на тех присоединения. ЛЭП принадлежат железной дороге, так что одобрение придется подождать из Москвы. Уже посмотрели, получается, будет дополнительный кабель кидаться именно на освещение и устанавливаются светодиодные лампы, потому что здесь, в принципе, не предусмотрено ничего. Поэтому полный объем работ ложится на нас, нам только вот достаточно разрешения от РЖД. Глава сельсовета рассчитывает, что засветится зеленое уже в январе. Катерина Ярушина, Руслан Шелгынов, РТС.